Российская автомобильная федерация контролирует весь автоспорт в России. Трофи-рейды, этапы Формулы-1, международные соревнования на грузовых автомобилях, картинг и, конечно, набирающие популярность ретро-ралли. Удалось удачно провести две серии классических автомобилей. Это трофей РАВ многоэтапный и кубок РАВПОЛЬСКОР. Соревнования Кубка РАВ проходят в Москве, Петербурге, Туле, Калуге, Ярославле, Великом Новгороде и Екатеринбурге. В прошлом году на старт выходили 54 экипажа, в этом 69. И это очень отрадно, потому что мы, Российская автомобильная федерация, не только за спорт, но и за сохранение исторического нашего наследия. А вот соревнования для классических автомобилей, это как раз и есть вот это вот сохранение технической нашей истории. Обычно суть ретро-ралли – проехать маршрут с заданной скоростью и пересечь колесами финиш с точностью до сотой доли секунды, ни раньше, ни позже. Но в разных странах свои традиции. У нас это больше ориентирование, в Италии это больше точность, а во Франции, в Португалии это больше скорость. Организаторы европейских мероприятий приветствуют аутентичные автомобили, сохраненные в первозданном виде. Для таких существуют специальные номера, налоговые и страховые привилегии. В российских законах пока нет термина «классический автомобиль». Но над таким ГОСТом работает Росстандарт совместно с Автомобильной Федерацией. Там заложена бальная система, то что касается автомобиля. И если автомобиль набирает более 100 штрафных баллов, то он не может быть признан классическим. Если ГОСТ будет принят, то старые машины с оригинальными кузовами, агрегатами и интерьером смогут получить специальные паспорта «классический».